здравствуйте ребята сегодня хочу поговорить с вами буловском насосе значит буловский насос веды все значит первый раз он у меня ломался когда я его только-только покупал ну ломался если не в полном смысле что он сломался просто там сержень открутился значит которая деталька самая тонкая так сказать в насосах латуневая такая деталька с резинкой значит нужно и сюда длинуть весь г так сказать многие откуда там берется хрен его знает посмотрите хотя я его только силиконом мажу вот силикон масло силиконовое ну наверняка этот от резинок ну то что резинки так сказать этот как его ну трутся короче резинки об металл трутся и там вот появляется такая каша но 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 есть одно но но вот эта каша данный разу в резервуар не заходил я гарантирую потому что я его очень много раз разбирал резервуар то вообще ни капельки мусора не знаю как ты там хитро устроена наверно в краловском насосе это краловский насос значит скажем так вот ручку открутили что написано крала в какой-то ну короче скорее всего это чайна там скорее всего значит откручиваем вот и последовательность кстати не забудьте потом а то очень так неприятно будет его собирать потом и ни в коем разе вот не фиксируйте сам стержень значит этим пассатижам допустим вот и холли а то он может поцарапаться и будет неприятно потом с резинками короче это у нас надеюсь по моему ключик ключик на 10 значит вчера он тоже не знаю что там до 160 елен накачал и застрял потом не знаю что ему надо скорее всего почистить и так далее вот кайку сняли снять гаечку потом снимаем уже кстати там все в резинках внутри если что значит все чистится все боится и так далее а то у нас насос не будет так долго работать сейчас основной вот откручиваем уже не добыли то ли сесть значит там все в резинках ребята все 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 ступеньки там резинках и кстати вот здесь клапан находится клапан прямо где к ножкам короче воздух уже подает где смотрите вот пробочка потом клапанчик вот если что чтобы не перепутать ребята вот какого положение там находится значит это от обратных ударов понятно да также ставили зажали сильно не надо нажимать так вот она все это одна деталька у нас значит значит сейчас начали дальше продолжаем разбирать его вот значит ребята как его разбираем потом естественно так и собираем а то а то будет нехорошо значит значит положили это внизу значит вот 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 она посмотрите все резинках ребята извиняюсь за то что не фиксируют хорошо телефон ну зато он и есть хуя вей или хуя вей короче хуя вей короче хуя вей значит и самый самая тут фишка не перепутайте ребята вот смотрите с дырочкой да и с латуневой деталькой с резинкой он наверху к ручке ближе 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 к ручке ребята не перепутайте а то ничего не получится потом это резина значит бегает вверх вниз но если подумать и догадаетесь значит вот его тоже также поставили значит это делается для чего я просто его чищу тряпочкой потом силиконом смазываю и все дела значит сейчас основной покажу вам ребята вот что у меня откручивался вот посмотрите где уже наступить вот посмотрите вот это стержень ну смотрите как он ходит туда-сюда вот и он может откручиваться значит ручечку ручечку когда крутим да ну чем качаем короче он может внутри там эти фишки выбрасывать короче того 2 пластмасски и резинка вот вот она значит эту хорошо надо затянуть может из-за этого он чиро заклину еще ребята смотрите вот здесь значит да вот резинка у него вот изнутри изнутри резинка ни в коем разе не толкайте за резьбу его а то резину испортите откус откусит резину и все значит как на резьбу гайку одеваем так и насаживаем значит да поняли да ну понял короче у меня всегда предупреждают что я много раз не повторял и значит запомнили да запомнили значит где дырочка там и он верхняя часть давай только одевайся одевайся потеплее кэти кэти чай черный давай ну не знаю только одевай нормально все только одевай нормально и начали в обратном порядке ребята значит извиняюсь значит потом опять такая штука начинается чтобы попасть его до надо вот его вытянуть туда вот смотрите и вот сначала толкаем его не толкаем изменяются крутим вот так чтобы через резинку он прошел и скотч вот скотч вот скотч есть короче это резинка значит при работе бегает вверх-вниз короче это херня надеюсь вам все видно вот так потом значит вот уже то же самое крути чтобы резинки не портить все в резинках тут у нас мы надеюсь последовательность опустили вот значит вот они как должны быть берем основную и насаживаю это трески на вижу там может можем поцарапать значит огромный плюс у этого насоса в том что он с нержавеющей стали necessary все эту сюда тянем вот так вот вот кэти кэти хватит снег собирать все домой давай кэти кэти извиняюсь ребенок на балкон вышла снег пошел у нас первый раз так сказать в этом году кстати сегодня у нас чё декабр так декабр ну не знаю число короче православный праздник значит если он заклинит знаете как он может заклинуть ребята вот ну нажимаешь таки как на камень давишь ну камень же не правда не продавить он такой становится когда латун и висержень он откручивается сам по себе там ну конечно не сам по себе сам по себе ничего не убивает значит вот так кэти все давай закрывать давай давай закрывай все но уметь чем ребята я за за затрудняюсь вам сказать не знаю чем-то таким надо чтобы он резинки не сажал ребята чем-то таким надо потом наш осушитель ставим кстати увидел есть на канале короче вот так поставили и радуемся потом затягиваем короче нормально работает все спасибо огромное ребята вам за внимание и посмотрите сколько там было грязи посмотрим вот видите да вот вот такие пироги все спасибо огромное за внимание не не не